Привет! Я Влад, это Сайван и рубрика «Пушка». Новые загадки, открытия, изобретения и идеи, которые заставляют задуматься, вдохновляют или просто поднимают настроение. А в заголовке лишь одна из новостей, что я отобрал для вас сегодня. Для быстрой и удобной навигации по ролику пользуйтесь оглавлением. Итак, сегодня у нас. Когда Земля остановилась, исследование древнего дерева показало, какая катастрофа произошла на планете 42 тысячи лет назад. Самый большой в истории марсоход успешно сел, и что дальше? Осознанные сны в прямом эфире. Ученые установили двустороннюю связь с теми, кто спит, видит и действует. В Антарктиде нашли неизвестное животное, которое выживает вопреки всему, что мы знаем об организмах. Открытая одним из героев Дудя загадочная девятая планета, это призрак, который обманывает простых людей и исследователей, вышло большое научное опровержение. Ученые запустили летающие диски со светом вместо двигателей. Ждать ли альтернативного светлого будущего для полета в космосе? И раз вам понравилось, продолжаем рубрику с загадками. Сегодня в ней часы, которые разучились показывать время. И последние пока не начали. Спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне и здесь, на Ютубе, с помощью этой волшебной кнопки. Особая благодарность Павлу Новикову, Дебагеру Фриману, Павлу Дунаеву, Сергею Чапаеву, Алексею Леонову и Роману Шестакову. С вами, друзья, не пропадешь. Начинаем. Вы, конечно, видели фото следов ладоней в древней испанской пещере Эль-Кастильо. Эти рисунки считаются самыми древними наскальными из тех, что открыто на сегодня. Они сделаны более 40 тысяч лет назад. И до сих пор не до конца ясно, что означал постоянно повторяющийся мотив, который можно встретить и в более поздних рисунках, например, в знаменитой пещере Рук в Аргентине. Ладони, посыпанные красной охрой. И теперь, похоже, мы знаем. Древние люди пытались спастись от глобальной радиационной катастрофы, о которой до сих пор мало что было известно. Она, вероятно, привела к загадочному вымиранию неандертальцев, погубила европейских мамонтов и сказалась на других живых существах на планете. Вы наверняка слышали, что время от времени северные и южные магнитные полюса Земли меняются местами. Это называется инверсией магнитного поля. Происходит непредсказуемо. Между переходами может быть несколько десятков тысяч лет, а может и миллионы. Еще ни разу это не случалось за время жизни людей. Последний раз было 773 тысячи лет назад. Но иногда происходят менее крупные изменения в магнитном поле Земли. И, как выясняется, некоторые приводят к катастрофическим последствиям. События называют геомагнитными экскурсами. Это когда направление магнитного поля временно поворачивается, после чего возвращается в исходное положение. Но вот проблема. Напряженность поля в моменты такой нестабильности может снижаться местами практически до нуля. А все живое оказывается без привычной защиты от космического излучения. Именно это произошло примерно 42 тысячи лет назад. Событие называют палеомагнитным экскурсом Ла Шамп Каргополова. Он пришелся на конец ледникового периода. И о нем было известно давно и много. Но неясно было, мог ли он повлиять на жизнь на планете. И как. И вот год назад в Новой Зеландии находят окаменелое дерево Каори. Гигантский ствол. Судя по кольцам, растение жило почти 1700 лет. А радиоуглеродный анализ показывает огромную удачу, что этот период перешелся как раз на события Ла Шамп. Это означало, что оно должно иметь следы изменений магнитного поля, если они были существенными. И это первые следы, найденные не в горных породах, остатках древней лавы и других так называемых геологических архивах, а в некогда живом организме, да еще с такой отличной химической памятью. Ведь в тканях дерева отражаются и сохраняются все более-менее заметные изменения в атмосфере. Выяснилось, что магнитное поле тогда почти исчезло. И если бы у него была зарядка, то по подсчетам оставалось всего 5-6%. Космическое излучение било в неприкрытую атмосферу. В нижних слоях происходили ядерные реакции, образовались изотопы углерода, бериллия и кислорода. Ионизированный воздух начинает как бы выжигать озоновый слой и вдобавок в запредельных количествах планету накрывает ультрафиолет. С одной стороны, теперь легко обгореть, оказываясь днем под открытым небом. С другой, по ночам-то как красиво. Полярные сияния можно было наблюдать аномально далеко от полюсов. Например, в районе современных Рима, Ташкента и Пекина. Так вот, древние люди могли не случайно так активно использовать в это время красную охру, один из древнейших красителей, который освоило человечество. Им рисовали на скалах, и его могли наносить на тело, чтобы использовать как солнцезащитный крем, о чем, вероятно, и рассказывают следы рук в пещерах. Так себя защищают до сих пор некоторые африканские племена от солнечного излучения. В тот же период в наскальной живописи случается бум сюжетов про охоту на зверей. И здесь может быть причиной событий Ла-Шамп. Звери, как считают исследователи, могли искать убежище в пещерах от беспощадного солнечного излучения. На счастье охотникам и их пирующим семьям. Продлилось это почти полторы тысячи лет, после чего поле вернулось к прежнему состоянию. Но провала в защите могло хватить для глубоких перемен не только в климате, но и в эволюции всего живого. Есть исследования, которые находят связь между разными переменами в магнитном поле и определенными мутациями, в том числе у человека. Но делать тут большие выводы слишком рано. Нужно много исследований. Пока мы даже не понимаем до конца, почему происходят такие перевороты в магнитном поле Земли. И не умеем их прогнозировать, что еще важнее. Считается, что случаются они из-за турбулентных процессов в жидкометаллической оболочке земного ядра. Но это объяснение уровня, ну, чтобы хоть какое-то было. Радует, что происходят такие геомагнитные потрясения невнезапно и развиваются медленно в течение тысячелетий. Ссылки на все материалы по этой и другим темам выпуска вы, как всегда, найдете в описании под роликом. Главные космические новости приходят, конечно, с Марса. Как я и рассказывал в первой в этом году пушки, сначала орбиты Красной планеты достигли зонды Китая и Арабских Эмиратов, а теперь вот еще и высадился самый большой в истории марсоход «Персеверанс», но размером с легковушку. И тут же прислал первый кадр из передней и задней камеры. Многие спрашивают, а почему качество как на тапочек? Вон, кириосити, какие фотографии делал? Да просто камеры технические для посадки. Красота будет потом. Теперь нужно некоторое время, чтобы настроиться, подготовиться к исследованию и бурению. Место посадки ведь это кратер, оставшийся от древнего озера, а по его краю, и это уникально для Марса, идут карбонатные породы, которые на Земле часто связаны с микроорганизмами. Так что одна из главных целей марсохода — найти следы жизни или даже саму жизнь. Чисто теоретически там могут быть цианобактерии. Аппарат соберет образцы породы, а другая отдельная миссия должна будет забрать их и доставить обратно на Землю. Но пока надо запустить программы на борту, которые написаны были для работы уже на Марсе. Ну и, конечно, проверить оборудование. Пока мы все ждем новых кадров и данных, можно совсем по-новому ощутить этот далекий и суровый мир. В американском Смитсоновском музее выпустили бесплатное образовательное AR-приложение, которое позволяет прогуляться с телефоном по Марсу. Если что, это еще не реклама. Тем более оно, к сожалению, пока только на английском языке. Но многое можно там поделать и без знания языка. С помощью реальных снимков и данных НАСА воссоздали в 3D поверхность Красной планеты и точную копию марсохода Perseverance со всеми его бортовыми научными инструментами. И всем этим можно поуправлять, а еще можно прямо из вашей комнаты попасть на Марс. Или прямо за столом разобрать планету и лучше понять, как она устроена. Или просто запустить ракету, чтобы начать миссию. Совсем по-другому воспринимаешь далекий мир, когда видишь его здесь и сейчас перед собой. Очень атмосферно. Рекомендую. Если вы мечтаете создавать нечто подобное или что-то посложнее и получать хорошие деньги за это, то вам поможет новый курс Geekbrains 3D-моделирование. Главное, что вам там дадут, навыки решать задачи с помощью инструментов, а не просто как пользоваться программами. А для этого вас там обучат самим принципам и законам построения моделей дизайна, чтобы вы могли самостоятельно принимать решения и создавать концепты, а не быть формальными исполнителями. Все это, разумеется, активно закрепляют насыщенной практикой. По итогам курса вы сможете быть специалистом по 3D-моделированию в промышленном, архитектурном и интерьерном дизайне. Со всем, чего сейчас от профи ждут на рынке. От умения работать с композицией до создания эффективной визуализации. Преподают практики с опытом работы в индустрии больше пяти лет. Ну а Geekbrains помогает своим студентам найти работу. И если вдруг не получается, то они гарантируют стопроцентный возврат денег за обучение. Для подписчиков Сайван сейчас скидка 45%. Если вам интересно, обязательно посмотрите подробности, а не прямо по ссылке в описании под роликом. В фильме «Начало», если помните, герой Леонардо Ди Каприо проникает во сны людей, чтобы выманить там у них самые ценные и сокровенные секреты. Так вот, теперь мы стали немного ближе к этому. Впервые исследователям удалось связаться с людьми, когда те находились в состоянии осознанного сновидения и общаться с ними не пробуждая. По словам исследователей, это как говорить с космонавтом, который оказался в другом мире. Эксперименты проводили четыре независимых лаборатории. Во Франции, Германии, Нидерландах и США. Всего отобрали 36 добровольцев. Тех, кто время от времени видит осознанные сны, и тех, кто никогда такое не переживал, но может вспомнить хотя бы один обычный сон за неделю. Сначала подопытных научили распознавать, что они оказались в осознанном сновидении, если оно с ними случается. Объяснили, что это за состояние такое. Человек спит и может даже влиять на происходящее в своем сне. Какие при этом ощущения показали, какими сигналами предстоит общаться во сне. Ученые будут что-то спрашивать, подавать световые сигналы или даже постукивать пальцами. В ответ добровольцы должны подвигать глазами. У каждой лаборатории был свой набор сигналов. Ненцы, например, использовали азбуку Морзе. Когда люди засыпали, просыпались ученые. Шучу. Ученые следили по приборам за мозговой активностью, движением глаз и мышцами лица. Так можно точно понять, что человек вошел в фазу быстрого сна и остается в ней, а не притворяется спящим. Из почти 60 сессий только в 15 удалось застать осознанные сновидения. С теми, кому повезло, исследователи проверяли контакт. Спрашивали, например, сколько будет 8 минус 6 или ты сейчас в лаборатории. В ответ добровольцы, как было говорено заранее, если могли, двигали глазами. Например, два раза влево, когда надо было количество указать, или три раза вправо, если это условное обозначение «да». И только тех, кто отвечал лучше всех, протестировали по полной. Задали им почти полторы сотни вопросов. И вот эти сновидцы ошибались только в 6-7 вопросах. В остальном отвечали точно, как будто они не спали. Хотя физиологически абсолютно точно они были во сне. После пробуждения мало кто мог что-то внятное рассказать про общение из мира сновидений. Но многие вспоминали, что слышали голоса ученых, как закадровый голос в фильмах. Авторы исследования счастливы, потому что удалось показать, что такая двусторонняя линия связи с теми, кто во сне, в принципе, возможно. А значит, подход можно смело развивать дальше. И мы все ближе к тому, чтобы заглянуть в мир сновидений и попытаться изучать его изнутри. Но есть еще неоткрытые миры и здесь. В один такой заглянули исследователи в Антарктиде. Они обнаружили неизвестные науке живые организмы там, где их быть не должно. Но на глубине почти в километр под толщами льда, в 260 километрах от океана, в абсолютной темноте и при температуре минус 2 с лишним градуса. И увиденное вызвало больше вопросов, чем дало ответов. Вот первые кадры. Видите, на камне отростки. Это какие-то стационарные немобильные животные, вроде губок. Да, на всякий случай, губки это животные. И эти тоже живут целой колонией. Но если у губок есть понятные источники питания, потому что они недалеко от мест, где планктон живет и водится прочая живность, вроде рыбы, то отсюда до ближайшего источника для фотосинтеза полторы тысячи километров. Но можно было бы питаться, например, нутриентами из тающих льдов. Так ведь на такой глубине и при такой температуре ничего не должно таять. Еще источником может быть метан, пробивающийся со дна. Но пока ничего конкретного про этих ребят сказать нельзя. Исследователи не были готовы к такому открытию. Ни один инструмент не позволяет им сейчас добыть пробы на таком удалении от поверхности. Так что придется что-то изобретать весьма хитрое, чтобы узнать больше про этих удивительных животных. Возможно, вы смотрели выпуск Дудя со звездой мировой науки Константином Батыгиным. Нет, подожди, ты говоришь, что я не солидный? Смотри, какой я солидный. Тогда вы точно знаете, что он с коллегой по фамилии Браун доказал, что на окраине Солнечной системы есть неизвестная и пока что невидимая нам девятая планета. Причем, судя по расчетам, огромная, массой примерно как 5-10 земных. Так они объяснили странные, вытянутые орбиты разных объектов пояса Койпера. Это далеко за Нептуном, там, где Плутон и другие карликовые планеты и много чего еще. Найти планету Икс, если она вообще есть, сложнее, чем планету в другой галактике, потому что по расчетам это должна быть всегда далеко от Солнца и очень слабо им освещаться. Батыгин с Брауном построили модель, которая должна предсказывать разные аномалии, связанные с движением тел в тех краях. И действительно, модель точно описала орбиту, например, объекта под названием Кишью. Но научному сообществу этого все равно мало, чтобы признать загадочную девятую планету реальной. И вот вышло новое исследование, и оно доказывает, что расчеты Батыгина и компании изначально были неверны. И авторы опровержения — это не какие-то там проходимцы-самоучки. Это большая международная группа астрономов, которые работают над проектом поиска темной материи. И они ударили в самое сердце работы Батыгина — наблюдение. Реальность девятой планеты доказывалась тем, что она провоцирует якобы обнаруженное скопление шести объектов далеко за орбитой Нептуна. И тут критики говорят, да вы просто смотрели слишком коротко на слишком малую часть неба, поэтому вам и кажется, что вы увидели скопление объектов. Также тебе кажется, что на дорогах очень много такси, пока ты всерьез не опаздываешь, и тебе не приходится ждать подолгу. Критики взяли выборку из 14 аналогичных объектов, открытых с помощью не одного, а трех разных астрономических обзоров. Учли, когда и куда при этом были наведены телескопы, насколько чувствительны в зависимости от разных факторов, и посчитали так называемую функцию селекции. И оказалось, что Батыгин опирался на наблюдения, в которых телескоп просто лучше видел. А значит, скопление — это не факт, а результат невольной предвзятости. И более обширная выборка показала, что объекты напротив распределены более-менее равномерно. А значит, модель Батыгина-Брауна не может доказать существование девятой планеты. И тут важный нюанс для самых внимательных. При этом исследование не утверждает, что девятой планеты нет. Просто доказательства желающим ее открыть придется искать другие. Так что охота за ней продолжается. Одна из самых поразительных технологий полета в космосе, как по мне, — солнечный парус. Ну, потому что это совсем как в эпоху великих географических открытий. Только вместо соленого бриза — солнечный свет или лазерный луч. А вы, конечно, помните, что свет с точки зрения физики — это еще и поток частиц, фотонов. Так вот, они пусть немного, но давят на предметы, на которые падает свет. Это даже можно измерить, что и сделал физик Петр Лебедев еще 120 лет назад. И, конечно, можно использовать. В 20-е годы прошлого века даже появилась идея полета в космосе с помощью паруса, в который бил бы свет. Ее предложил один из пионеров ракетостроения Фридрих Цандер. Конечно, с тех пор всерьез об этом не говорили, потому что не было подходящих технологий и материалов. Но все изменилось в 21 веке. Самый большой проект — некоммерческий light sail. После серии неудачных попыток, наконец, только в 2019 году запустили микроспутник на низкую орбиту Земли. Он развернул парус из Майлара, немного половил попутного солнечного ветра и подтянул чуть-чуть свою тушку вверх. Но не более. Самый амбициозный проект — запуск межзвездного корабля с парусом, который будут разгонять лазером с Земли постепенно до скорости полмиллиона километров в секунду. Направить чудо-аппарат планируется к Альфе Центавре, ближайшей к нам звездной системе. Куда на таких скоростях мини-парусник домчится лет так за 20. Финансировать проект собирается российский миллиардер Юлий Мирный. Все это все равно звучит как фантастика. И вот ее внезапно решили воплотить по-своему исследователи нашей планеты. Они придумали, как запускать эдакие дроны-парусники в мезосфере Земли на высоте от 50 до 80 километров. Воздух там так разряжен, что слишком высоко для аэростатов и самолетов, и слишком низко для спутников. А ракеты не помогут. Проблема в том, что мало добраться. Надо еще и задержаться в тех высотах, чтобы следить стабильно за процессами в том слое атмосферы. Сейчас это для нас во многом серая или даже темная, недосягаемая зона. И вот исследователи хотят запускать туда сенсоры, которые могли бы спокойно курсировать и слать данные вниз. Так они и придумали эти приборы. Диски диаметром 6 сантиметров из майлара очень тонкого и легкого синтетического материала. Снизу они покрыты углеродными нанотрубками. Для дисков в вакуумной камере воспроизвели похожие на мезосферу условия. Разреженность и очень низкое атмосферное давление. И включили лазер, или подавали солнечный свет. И диски полетели. Ими можно было управлять, меняя интенсивность света. Кто-то сейчас уже, наверное, подумал, что этот свет и толкает их. Но тут немного хитрее. Свет нагревает нанотрубки, и часть тепла поглощается, а часть нет. В итоге это дает небольшую, но достаточную тягу, чтобы диски поднимались. Это только первое испытание самой концепции. Теперь предстоит проверить, что будет, если попробовать все то же самое на более крупных моделях. Ведь на этих крохах много электроники не разместишь. Нужно увеличивать масштабы. Если в итоге все получится, будет очень красивая технология. Если честно, в прошлый раз, когда я предложил рубрику «Загадками» в качестве эксперимента, я удивился, сколько людей готовы не YouTube смотреть дальше, а поломать голову. Друзья, да вы крутые. Так что вот новая задача. Ее давали школьникам на одной олимпиаде в России, и некто Егор Назаров отправил ее одному популярному американскому видеоблогеру. И она заставила уже не только школьников, и не только в России знатно попыхтеть. Дима увидел в музее странные часы. Они отличаются от обычных тем, что на их циферблате нет цифр, и вообще непонятно, где у часов вверх. К тому же секундная, минутная и часовая стрелки имеют одинаковую длину. Внимание, вопрос. Какое время показывают часы? Для тех, у кого маленький экран или есть на нем какие-то помехи, и поясню детали на картинке. Стрелки А и С смотрят ровно на часовые отметки, а стрелка Б чуть-чуть не дошла до часовой отметки. Все. Приятные пытки вашему мозгу. Если не выдержите, то правильный ответ и самое интересное решение вы найдете в описании вместе со ссылками. Это была Пушка, для вас ее зарядил Влад, и это канал SciOne. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!